Окрестности Петерговской дороги не раз привлекали внимание художников, и уже третий год подряд местом их встреч становится выставка Grand Planner. Удивительно, как по-разному люди могут видеть одно и то же. Проект «Арт-резиденция дачи Бенуа» уже несколько лет собирает вокруг себя единомышленников, в центре внимания исторические дачи в деревне Бобыльской. С 2021 года художники вдохновляются архитектурой и природой местности и участвуют в пленэрах. И этот год не стал исключением. Ушло довольно много времени на то, чтобы понять, как это все работает, и придумать, собственно говоря, вместе со студентами, придумать такую современную функцию, при которой эти объекты действительно получат новую жизнь. Арт-резиденция позволяет соединить и вот эту музейно-просветительскую деятельность, и реальную современную творческую деятельность по бизнес-моделям, которые существуют в мире, существуют в России. Выставка «Наследие дачи Бенуа» снова собрала всех неравнодушных в одном месте. В этом году она открылась в Краевическом музее города Ломоносова. Осенью 2022 года у нас проходила районная Краевическая игра «Путешествие сквозь века». Школьники из Петродворцова района, из Ломоносского района Ленобласти приезжали. У них был квест на территории дачи. Достаточно большое количество, больше сотни детей из разных уголков нашего района приезжало. Все остались очень довольны. И мы, конечно же, хотели продолжать сотрудничество. И возникла идея проведения совместной конференции и выставки, где мы представляем работы художников, что вдохновляются дачи Бенуа, вдохновляются Петергофская дорога. Это непосредственно сфера нашей работы, сфера наших интересов. А по другую сторону проекта те, без которых выставки и не было бы – художники. Одни находят вдохновение в многообразии природы, а другие восхищаются местными памятниками архитектуры. На выставочных полотнах их можно найти немало. Я целенаправленно приезжала, специально взяла с собой зеркальный фотоаппарат с телевиком, с таким выдвигающимся объективом, чтобы снимать на удаленном расстоянии. И вот несколько раз приезжала, не выходила ко мне цапля, не везло мне. На четвертый раз я уже стою, снимаю на смартфон, уже убрала зеркалку, опять цапля ко мне не вышла. Думаю, ну что ж такое, значит не судьба. Вот, стою, снимаю на смартфон и думаю, что это у меня там за белое пятно, какая-то помеха на фоне тростника. Увеличиваю, буквально вот как я вам сейчас показываю, вот именно так это и было. Увеличиваю, цапля белая, я опускаю смартфон, смотрю уже непосредственно на тростник, реально вот она стоит, ждет меня. Входящие памятники архитектуры, шикарные дачи, которые, на мой взгляд, они живые, но со временем, к сожалению, они умирают, имеют каждая свою судьбу. И попытка их сохранить хотя бы на своих полотнах, оставить их живыми, потому что я считаю, что все старые дачи, все старые дома, они живые, они имеют историю, хочется, чтобы они жили. Также в этом году был презентован первый календарь арт-резиденции дачи Бенуа. В него вошли 13 работ первого сезона Гранд Пленера, итоговая выставка которого проходила год назад. Выставка в Краевеческом музее продлится еще целый месяц. И у вас есть все шансы посетить ее. А по дороге вы можете насладиться видами, вдохновиться и, возможно, принять участие в следующем сезоне. Маргарита Дымская, Вячеслав Макаров, Нина Токарева, Медиа-центр СППГУ.